здравствуйте друзья мы с вами в студии канала голос силиконовой долины и у нас гость в студии зовут его борис либин и я так делал анонс небольшой говорил что что вы встретимся вот значит борис является иммиграционным адвокатом в штате колорадо правильно городе генвере и мы тут пересеклись по случаю значит и и вдруг до меня дошло что борис специализируется в том чтобы помогать людям которые выиграли в лотерею и проходит интервью и получают отказ а это бывает и вот помогает им там где это возможно значит вернуться в строй действующих вулканов как бы поэтому учитывая что сейчас тираж но не тираж а прием заявок новых идет и это очень критический процесс насколько я понимаю значит у меня было два вопроса сейчас света немножко дам я извиняюсь так дать им немножко света у меня такой вопрос 2 значит первый вопрос я хотел обсудить когда мы конкретно смотрим на вот это вот аппликейшн форум там да на лотерею где где критичные места чтобы вот не не похоронить всю идею и второй вопрос очень важно я считаю это если уже мы дошли до выигрыша и идем на интервью и у нас отказ то что возможно отбить и что невозможно отбить мы на самом деле сейчас будем говорить для двух групп людей то есть одни которые собираются сыграть а другие которые уже выиграли две очень разные группы людей но тем не менее давай давайте по простому вот заполняется форма так что приведет к драматическим последствиям в этой форме если не сделать правильно честно говоря важна вся форма от начала и до конца важно вся информация потому что смотреть будут на все обязательно и чаще всего то что я заметил в своей практике это дается информация неправдивая неправильная или как-то не соответствующие требования которые выставляются этой формой и на базе этого очень часто делается отказ и это может быть всем от подачи фотографий или правописание собственного имени но вот насчет неправдивой информации я понимаю вот допустим он родился в тридцать пятом году а пишет что родился восемь втором это я понимаю это неправдивая информация но бывает так что он не то что специально но как-то вот допустим ему говорят сколько у тебя перечисли своих детей а у него там одному ребенку там 13 это другому 28 и он думаю ну 28 то что я буду перечислять он там отдельно уже женаты своих двое детей то есть он не то что брал но но как-то он вот подумал так в общем даже такая ошибка может считаться поводом для отказа это считается неполным изложением информации достаточно специфические инструкции выставляет консульство на на общем сайте и и на каждом специфическом сайте каждого специфического консульства не понял не то есть скажем посольство сша в узбекистане у них своя информация в москве другая в минске 3 на какую-то часть процесса есть своя информация но первая форма естественно подается одна единая с первого сайта там есть отдельный отдельная страничка на которой расписаны все правила все требования и четко вот например вашему примеру ребенке неженатый ребенок до 21 года должен быть вписан в эту форму насколько я помню если я помню правильно после 21 года не должен так что а то есть можно не вписывать реально ну в 28 лет наверное да вы должны вписать всех членов вашей семьи которые потенциально могут подлежать включению в эту программу и получению визы просто я вижу проблему вот чем даже если инструкция скажем на родном языке написано но возникает очень много деталей в интерпретации того что там сказано то есть можно очень по-разному понять и его целый форум говорим про вес громадный знаете форум говорим про вес нет слышал вот и целые форумы он уже там наверное лет 15 существует и и только вот об этом все значит как как ответить тут как ответить там и вроде бы знаете вроде бы написано но есть масса разных мнений значит на этот счет как понимать то что там написано так что ну в общем мнение действительно много и и я с этим тоже встречался я могу говорить только потому что видел по своей практике мне честно говоря попадает только те кейсы когда что-то было сделано неправильно ну вот давай давайте так начать давайте к вашей практике и так есть люди которые выиграли но их не пускают я и тогда они к вам могут попасть то есть или они могут и раньше тоже или они ожидают что может быть их не пустят они может быть знают что допустили ошибку или как обычно ко мне приходит уже после того как пришел или отказ или чаще всего когда проводится какая-то административная проверка понял понял я я по ошибке когда делал анонс сказал что у нас борис ездил в узбекистан потом начнут у нас выяснилось что не ездил он по телефону доставал а вот такой вопрос вот если я буду звонить посольство там скажем сша в узбекистане и скажем я там брать братан там или другом там вы его обижаете или вы звоните как адвокат лицензированный они к нам по-разному отнесутся или то есть у них есть вот какая-то обязанность с вами разговаривать на эти темы обязанность у них есть только в очень определенных случаях так что они имеют право выдавать информацию по кейсу либо аппликантом либо адвокатом но даже если я представляю интересы аппликанта то я все равно должен предъявить специальную форму g28i подписанную и мной и и человеком подающим на визу в которой будет гласить что я представляю их интересы иначе если я им звоню я им я обычно с ними связываюсь по email если я им присылаю email без этой формы они не знают кто я такой они мне просто не станут отвечать но хорошо а если вы им прислали форму они обязаны вам отвечать то есть это значит что они все-таки будут или они могут сказать да ну его нафиг этого вот замучил уже из колорадо на сегодняшний день я на на все email и получал когда положительные когда отрицательные но ответа хорошо вот из конкретных ситуаций которые удается отбить вот дайте нам пример такого где человеку отказали а потом в силу каких-то организованных действий удалось пройти через этот барьер на сегодняшний день мне удалось получить отобрение кейсов в случаях административной проверки административная проверка проходила на случай нет недостаточных документов так что был сдан диплом и диплом не соответствовал требованиям консула это к или или просто не верили в одном четком случае была сдана копия диплома потому что оригинал был потерян они не верят копиям говорить все это фуфло было сказано что мы не можем подтвердить что это диплом настоящий и что он был в этом в этом случае пришлось собирать дополнительную документацию чтобы подтвердить этот диплом выписки журналов подтверждения от самого училища вот ну как то что можем что можем предъявить все то и собираем это дневное ну хорошо то есть они в итоге приняли это в этом случае да да мы подтвердили что диплом настоящий что наш клиент действительно учился в этом учреждении административная проверка была закрыта с положительным исходом за клиенты и после этого они продолжали процесс а я вот слышал такую историю что административная проверка обычно связана с тем что вот он где-то служил там в органах безопасности или вооруженных силах и они там пытаются понять не 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 является ли он носителем какой-то ненужной информации на сегодняшний день увы с такой ситуации крайне интересные я не сталкивался ситуация была немножко другая была ситуация судимости а давайте это хорошая тема ну в общем как вам известно судимость это база для отказа очень часто но тут была достаточно уникальная ситуация и судимость была странная в общем окончательного решения суда не было и суд не дошел до нужного этапа то расторжение кейса для того чтобы считаться действительно судимостью так как это описывается требованиями консульства но все равно запись было что судебное дело было заведено против клиента и наша задача была в том чтобы доказать что что это по-настоящему не судебное дело я только чуть не понимаю он когда форму заполнял он не имея судимости написал что его судили он написал что его не судили это было насколько я понимал консульство об этом разузнала потом амбали они могут в этом случае так получилось ничего себе то есть они раскопали что он был судим но не осужден как бы ну что-то типа если бы он в органах там той стороны где он живет пошел бы и попросил бы справку внизу они судимости ему бы дали да то есть у него у него была с собой справка не судимость на этот момент справки не было и она не было предъявлено он решил что это не дошло до правильного этапа значит зачем не предъявлять эту справку хотя должен был бы обеспокоить конечно по-настоящему да если есть какие-то вот такие проблемы если есть мы сомнительные моменты то лучше все документы все подтверждения все объяснения иметь заранее и при первой возможности их все предъявить очень часто вопросы задают такие что вот у меня была судимость но она снята уж там 10 лет назад или тому мужу была судимость там хранение актер стрельного оружия там типа того но нас не то нужно ли вообще указывать в анкете если судимость уже снята извините с этим вопросом я я не смогу помочь это более как-то индивидуальный момент на который действительно надо проводить консультацию именно вот на каждого человека на каждом индивидуал то есть нет общего такого решения в некоторых случаях может быть это и можно пропустить некоторых случаях может быть это не пройдет то есть грубо говоря мы исходим вот из того чего когда мы говорим у меня судимость снята это на самом деле не значит что у них не возникнет вопросов по этой снятой судимости до однозначно и и может быть придется предъявлять как минимум документа на 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 случай даже если не будет полного отказа надо будет как минимум объяснить лучше вот вы сейчас сказали полный отказ а бывает неполный отказ я наверное называю административную проверку неполным отказом но полный отказ это получение уже это закрытие кейса это отсутствие возможности какой-либо дальнейшей апелляции я понял то есть если у человека полный отказ то вы уже как бы не беретесь за это дело поскольку вам там простора никакого нет в общем да там идет уже подача новой заявки новые application ну так венточку а тут уже выиграла и пропало все но в общем то все пропадает обычно к этому времени уже не остается достаточно времени на на вторичную подачу а вот у меня случай был такой паренек ехал к нам учиться хотел к нам ехать учиться я не помню уже откуда он был выиграл лотерею все там весь в романтических там ожиданиях и пошел в аэропорт садится на самолет и выясняется в аэропорту что надо было улететь там крайний срок три дня назад а он чего-то не доглядел не допутал на распутал и в общем так вот и ушел как говорят не солоно хлебавши можно сказать поцеловав дверь самолета вернулся домой вот в такой ситуации что-то можно сделать честно не смогу вам дать точный ответ на эту ситуацию надо рассмотреть какие возможности есть какие ограничения визы были и может быть даже на базе чего если виза уже получена то процесс немножко другой виза получена да там там процесс немножко другой это немножко вне моей сферы работа но при полученной визе уже немножко другие обстоятельства уже можно что-нибудь что-то предъявить уже можно предъявить аргумент это уже немножко другой процесс это уже дальше возможности полного вот отказ но это не аргумент типа но вот разгильдяя так уж получилось то есть надо какой то может он заболел может у него там если предъявить весомый аргумент, то, может быть, что-то можно консульству еще и сказать, но одновременно с этим это совсем не фактор, что опять будет выдана виза. С точки зрения консульства как-то была выдана виза, были выданы правила, когда надо улететь, как улететь, как прилететь. Человек просто не соответствовал, не имеет на это хорошего, как-то весомого повода. Но, опять же, это немножко вне сферы моей практики, тут я четко сказать не могу. Ну, хорошо, все-таки мы как бы пытаемся выйти немножко за сферу практики, потому что мы какие-то полезные советы даем. Но вот с точки зрения того, чтобы не наделать ошибок при заполнении формы, которые вот сейчас люди будут через неделю уже начнут заполнять. Ну, не через неделю, но тут вот. Ну, да, неделю осталось. Значит, кроме того, что вся форма важна, каждое поле важно, и фотография, и так далее. Говорят, что нельзя прошлогоднюю фотографию, надо только свеженькую. Вот если обнаружат, что два раза одну и то же использовал, это как бы уже нарушение какое-то грубое, я не знаю. Но какой-то совет, кроме того, что форма важна, есть? Нужно соответствие всех документов. Так что каждый бланк, который заполняется, должен заполняться одинаково. И при подаче первой формы, и при выигрыше, при подаче аппликейшен. И все это должно соответствовать имеющимся на руках документам. Так что если у вас есть паспорт, на котором написано ваше имя и фамилия, на английском, например, языке, то правописание имя и фамилии должны быть одинаковыми как и в паспорте, так и в форме. А я извиняюсь, а если мне за это время другой паспорт дадут? Или, допустим, была девушка с одной фамилией, а вышла замуж и пришла на интервью с другой? Это тоже предвидено, как только вносится какое-то изменение в паспорт. Потому что действительно свадьба это нормальное явление, это предвидено. Положительное очень явление. Да, вполне положительное. И как только это происходит. И предвидено то, что это происходит после подачи первой формы, но до получения ответа, до подачи аппликейшен, до получения визы. В общем, как только получаются новые документы, просто должны осведомить консульство об изменении статуса. И, конечно, на это тоже есть формы, на это можно с ними связаться. Просто надо их осведомить о таком настоящем как-то жизни. То есть уведомить в установленном порядке. А вот часто такая вот ситуация, как-то в наше время, такого как-то не практиковалось так массово. А сейчас сплошь и рядом люди живут в гражданском браке. Как-то в наше время называлось сожительствуют. И, значит, юридическим языком ведут совместное хозяйство. И дальше получается, что с точки зрения лотерейной это люди, которые друг к другу отношения не имеют. И получается, что выиграв лотерею, они бегут регистрировать брак. Это может выглядеть для консула, как попытку закосить под семью и вывести там человека, который не относится к семье и так далее. То есть это массово происходит. Вот на этой почве есть отказы? Я не знаю, не в вашей практике, но вот может быть вы читаете бюллетени какие-нибудь там. На этой почве, даже в моей практике, я видел не отказ, но административную проверку. Потому что была именно такая ситуация, что люди жили вместе как-то достаточно долго. И после того, как последующий муж выиграл лотерею, они оформили брак и после этого подстояли административные проверки. В общем, все тут зависит тоже от того, что можно доказать консулу. Так что они действительно будут гораздо ближе и тщательнее рассматривать эту ситуацию. То есть я вот уточнить хотел бы, административная проверка это что значит? Они говорят, мы в данный момент не можем принять решение, а пойдите-ка вы, ребята, и принесите нам документы, которые раскрывают подробнее вот эту ситуацию. Или это как-то еще формулируется? Нет, это в принципе так и есть. Но не обязательно идет как-то, не всегда приходит информация о том, почему, как надо иногда самим проявить инициативу и узнать у консулу, почему, что произошло. Но это подразумевает собой полное приостановление процесса выдачи или не выдачи виза. До, как вы сказали, получения дополнительных документов консульства. Но есть какой-то срок там максимальный, если, допустим, превысил этот срок, то кейс закрыт и все, там как-то вот так? Из того, что я видел, точный срок не выдается, срок до 30 сентября. 30 сентября, если клиент не получает визу, то, в общем, лотерея закрывается, кейс закрывается и им следует по лотерее только подавать на новую лотерее, на следующую. — Но ведь люди же в разное время все интервью проходят. — Да, да. — А 30 сентября для всех одинаковые? — 30 сентября для всех — это жесткая точка конца. — А, то есть речь идет о 30 сентября, как бы туда дальше, следующего года. То есть там времени много, на самом деле? — Да. — А, это не то, что 30... Мы пришли 20 августа, нам отказали, и все, что у нас есть, это 10 дней до 30 сентября. То есть это будет через год видно 30 сентября. — Я еще не встречался с такой ситуацией, когда тем, кто подают на эту визу, не давалось бы несколько, как минимум, месяцев на весь процесс, потому что процесс действительно длительный, особенно если нужны дополнительные документы. — Я-то из моего форумного опыта истории, которые люди рассказывают, я всегда считал, что административная проверка — это в случае, когда в почтовом ящике, или в каком-то закрытом учреждении, или там где-то в органах внутренних дел, и вот они там как-то пытаются вот это понять. То есть то, что вы рассказываете, совсем, как бы, ну, довольно сильно расширяет концепцию. То есть это получается, что у нас нет ясности с каким-то из документов, который нужен там, вот так. — Да, и удавалось в нескольких случаях действительно давать какие-то вспомогательные документы, будь это диплом с апостилем, будь это подтверждение длительной совместной жизни, которые действительно помогали проверку. — А можно сказать, что всякий документ, который не оригинал, а копия, он как бы вызывает сомнения свидетельства о рождении? Вот, допустим, человек говорит, я там преследовался вот в силу того, что еврей, например, а о свидетельстве о рождении у него копия, и непонятно вот, когда выдали, что написали, что было в оригинале. Мы все понимаем, что документы там липовые, сплошь и рядом, там, те еще и в милиции выдадут, и с печать настоящего напишут, и поставят еще до рук не возьмут. Правда? — Такое бывает, я как-то с этим еще не встречался с точки зрения, что если я знаю, что документ не настоящий, я как юрист не имею права представлять его как настоящего перед консулом. — Да я не про вас говорю, я про человека. Вот человек, он еще к вам-то не попал, он же, он только пошел, ему же еще не дали административную проверку. Он пришел, а ему говорят, что-то мы сомневаемся, я не про вас вовсе. То есть много ли отказов, или, скажем так, резко ли возрастает вероятность отказа, не отказа, административной проверки. Если вот это копия, копия диплома, копия свидетельства рождения, копия трудовой книжки, копия, ну, чего-нибудь, что важно для рассмотрения кейса. — Однозначно возрастает, и как-то весь отношение к кейсу становится более подозрительным, отношение как-то к человеку, который подает эти документы, становится как более... — Вот люди, которые, консулы, которые с этим работают. Мы часто слышим истории, что зависит сильно от того, какой конкретно консул там по кошечке был, потому что они по-разному к людям относятся, зависит от города, страны, и еще там от чего-то. Другие говорят, что вы знаете чего, вы когда идете туда, у них уже решение принято, они вам эту визу там ставят или не ставят, не потому что что-то, а там уже заранее все было ясно. Вот это как, с вашей точки зрения? — Бывает и так, и по-другому. Был один случай, когда, честно говоря, у человека все было, в общем-то, нормально, но из его общения с консулом консул сделал вывод, что этот человек как-то не соответствует каким-то требованиям с точки зрения адекватности, и вынес решение на базе этого, на базе именно вот разговора. — Неадекватного. — Да. — Окей, хорошо. — Ну, насколько он был неадекватный, это не мне решать. — Ну да, нет, они субъективно там, конечно, но они психологи, они тренированные люди, там их учат этому, правда? — Они действительно смотрят насквозь, сквозь человека. — Ну что же, то есть могут? — Да, однозначно. — А нет такого, что вот они думают, ну чё, ребят молодые там, врут все, конечно, ну ладно уж, молодые там, молодые нам нужны? — Я думаю, что если человек приходит в консульство и нервничает, и как-то делает какие-то неправильные движения, это для них выглядит по-другому, чем человек, который приходит с намерением соврать или что-то скрыть. Они действительно могут раскусить человека, и тут как-то они должны сами выносить решение, сами нести обязанность, решать, насколько этот человек правдив, насколько этот человек пытается что-то скрыть, насколько этот человек адекватен, насколько он соответствует требованиям. — Я помню, в 60-е годы был какой-то польский детектив, черно-белый ещё. — А может, телевизор был черно-белый, тут трудно сказать. — В общем, я его смотрел черно-белым, и там какая-то шпионка по Польше орудовала, и пользовалась документой какой-то честной женщины. Довольно нервный такой женщина, но неважно. И в какой-то был момент, когда уже их засекли обеих, значит, привели в участок, и там другой паспорт на одно и то же имя, ну и они говорят, которая настоящая, ей говорят, номер паспорта можете сказать? — Да пошли вы все нафиг там номера, я ещё буду вам номера там. Потом к шпионке говорят, а вы ей номер паспорта, можете сказать? Она говорит, она и бом-бом-бом выдаёт номер паспорта. Но тогда полицейский вот этой нервной говорит, вы свободны, а вот ты, кто знает номер паспорта, ты давай за решётку иди, потому что понятно, что шпион. То есть, нормальный человек не может такого. Ну что же, хорошо, я сейчас, конечно, в большей степени озабочен тем, чтобы дать какое-то направление без безопасное, тем людям, которые вот прямо сейчас через неделю-две будут заполнять форму. потому что там, чтобы попасть во второй группу, это надо ещё выиграть. Понимаете, это уже отдельный совершенно вопрос. Но давайте так, если мы скажем, что проблемы отказов, последующих проблемы административной проверки, они в известной степени, с известной степенью вероятности заложены уже в момент подачи аппликейшн, заполнения заявки онлайн. Вот какой процент, на 90 процентов это определено, вот последующий отказ тем, что ты написал, или там на 30, или вот как можно оценить грубо? Честно говоря, какие-то элементы неправильно заполненные, какие-то ошибки могут быть как-то стопроцентным отказом, потому что как-то сразу в момент этой ошибки уже процесс дальше идти не может. Я знаю, что некоторые консульства, например, сравнить консульство Украины и консульство Узбекистана, консульство Узбекистана по правлению форму не принимает. Поправки формах? Поправки формах, да. А можно поправлять? Может быть не саму форму, может быть последующие какие-то документы, тоже application, а на консульстве Украины даже на сайте написано, что вот есть какой-то период, когда если вы сами увидели, вспомнили, додумались, что сделали ошибку, можете как-то с нами связаться и внести какое-то изменение. Что очень разумно на самом деле, потому что люди-то живые. Да, но например в консульстве Узбекистана такого процесса я еще не встречал. Может быть он есть, но если он есть, он как-то не опубликовывает и не расширяется. То есть на... Да, они держат его, так сказать, не опубликованным. Да, в общем в зависимости от той страны, где вы подаете, может быть есть какая-то возможность что-то поправить, а может быть все надо делать просто с первого раза правильно и чутко. И любая ошибка это как-то меч палача. А вот например с точки зрения... Я знаю, что все время возникают и исчезают в разных странах в посольствах проблемы с выдачей визы. И когда они говорят, а вот предъяви нам например там афидевитов саппорт. Вот я помню в Ереване что ли, или в Грузии, вот где-то там несколько лет назад, вот вдруг, out of blue, понимаешь, бум, и говорят афидевитов саппорт. Без афидевита вообще не разговариваем. То есть вот человек Джо Кофер показывает, там не знаю, на 50 тысяч. Ему говорит, нет, давай афидевитов саппорт. Вот это как-то в сегодняшнем мире. Как с этим? Это у нас там киска? Нет. Это что-то прилетело. Скворец. В общем, они могут потребовать разные документы. И насколько я помню, афидевитов саппорт это одна из тех форм, которые, в общем, они требуют. И очень часто они могут отнестись к этому жестко. И, например, к афидевиту я думаю, что они относятся жестко. Что это документ, который нужен. Что без него они просто принимать ничего не будут. И если его нет, то подача будет считаться неполной. А неполная подача, это значит, или не вся информация выдана, или не все документы выданы, это значит сразу отказ. То есть сегодня есть такие консулаты, есть такие посольства, где без афидевитов саппорт не рассматривают? Даже не только афидевитов саппорт. Могу сказать немножко как-то шире про документы в общем. Так что документ могут потребовать в оригинале, могут потребовать с апостилем, могут потребовать со штампом нотариуса. Так что у консульства могут быть какие-то уникальные требования в зависимости от человека, от страны, от ситуации. А я извиняюсь, апостиль это как? Ну, есть какие-то документы типа диплома, которые консул требовал с апостилем. Чем отличается апостиль от нотариального заверения? Насколько я понимаю, апостиль это подтверждение как-то того, что документ настоящий. Как-то дополнительное подтверждение от министерства, которое выдавало это или от... А, то есть это не просто подпись и печать, что подпись там гражданина Петрова заверяют? Нет, именно это и нотариальная подпись. Она может требоваться отдельно с некоторыми... Я понял. То есть апостиль это еще чего-то. Да. Я просто слов таких не знаю. Ну что же, хорошо. Может быть есть какой-то источник, вот какой-то источник информации, который простой человек может читать. Я понимаю, что есть официальный сайт и все, что есть на официальном сайте, он даже и по-русски ведь и вся эта инструкция, правда? Она есть на разных языках. Но есть какие-то, может быть, развернутые инструкции? Ну что-нибудь такое, когда сомнения возникают. Куда человеку деваться, если у него сомнения? Вот что это значит? Лучший метод связаться или с юристом, который этим делом занимается, или со специалистом. Потому что, честно говоря, самые как-то действительно самый лучший метод, самая лучшая помощь, это те самые инструкции на сайте. А вот такой вопрос. Я знаю, что много людей, которые по-английски не очень, или совсем даже, никак, обращаются в разные агентства. Ну, обычно это туристические агентства. А может еще какие-то есть, я не знаю. И они им там за небольшую денежку, типа там 50 долларов, они садятся и все заполняют. Вот в вашем, как бы, так сказать, обозрении, в вашей практике, или может быть шире, чем просто практике, попадалось такое, что вот идешь куда-то, тебе заполняют, а получается из-за этого проблемы потом. Или они все-таки довольно грамотные и, как бы, это надежнее, чем самому. Как во всем жизни, это зависит именно от агентства, с которым человек имеет дело. Потому что есть агентства, которые все делают очень хорошо, очень правильно, как-то, как говорится, на совесть. А есть некоторые, которые просто делают тяп-ляп. Так что, действительно, тут это нельзя сказать, что все хорошие, все плохие, все правильно делают, все неправильно. То есть, грубо говоря так, если есть сомнения, то может быть пойти заплатить 50 долларов проверенному какому-то учреждению с хорошими, там, какими-то отзывами, там, может быть, на форумах, там, или где-то еще. И, может быть, это действительно, как бы, помогает безопасности этого дела. Иногда это действительно может помочь. Последний вопрос тогда. Значит, мы знаем, что есть агентства, которые заполняют грин-карт аппликейшн, вот эта вот лотерейная. Причем они это делают так, что ты вроде один раз пришел, а дальше они каждый год за тебя это файлуют, и денег не берут, и, собственно, даже ничего тебе и не говорят на этот счет, а просто продолжают каждый раз заполнять. И наверняка уже и фотография устарелает, как минимум. Это как минимум, то есть мы уже в нарушении. Но дальше получается, что человек, не зная об этом, заполняет сам, и потом эти две формы, так сказать, сталкиваются где-то, и как бы идет дисквалификация. Но я что хочу сказать, если я, например, не давал никому никакого поручения за меня чего-то заполнять, а они взяли и заполнили, воспользовавшись тем, что у них на меня есть какая-то информация, разве это я как-то должен ответственность какую-то нести или чего? Честно говоря, обычно вы будете нести ответственность за это, так что никто как-то не будет смотреть, что вы не разрешали никому заполнять за вас. И получение двух аппликейшн, двух подач, как-то действительно как-то придет к дисквалификации. Оно неминуемо придет или не обязательно придет? Это уже тоже достаточно какая-то такая тонкая точка, которую, наверное, надо рассматривать с каждым индивидуальным консульством. Потому что некоторые консульства, может быть, и примут аргумент, что, например, дорогой господин консул, так и так мою информацию или кто-то украл, или вот кто-то использует вне моего ведома, без моего разрешения. И некоторые консульства, может быть, с этим делом и помогут. То есть нет такой информации, что кому-то с этим удавалось проскочить, объяснив что-то? В тех ситуациях, например, с которыми я сталкивался, когда поступало несколько аппликейшн на одного и того же человека, то это был четкий, резкий и безвозвратный отказ. То есть мы можем надеяться, что это пройдет, но как бы надежды наши зиждются на историческом оптимизме, нежели там чем-то более существенном. Тут, может быть, можно пойти немножко другим путем. Может быть, можно попробовать связаться с консулом, объяснить им ситуацию, потому что действительно как-то лишать человека права подачи в этом случае, ну, немножко может быть, негуманно. И, может быть, можно выйти на консула, который скажет, что я сочувствую вашей ситуации, и при подтверждении каких-то фактов, документов, может быть, что-то примут. Но, опять же, это достаточно жуткий оптимизм, это надежда на снесаждение консула, что достаточно редкий случай. Ну, то есть как потенциальную возможность попытаться что-то сделать, мы можем рассматривать, но как бы надежды явно у нас нет, поскольку все известные случаи заканчивались резким отказом. Это достаточно трудная ситуация, это достаточно сложный, трудный случай, из которого вы хотите. Ну, что же, хорошо, Борис, давайте мы вас от имени нашего зрителя поблагодарим. Если какие-то вопросы будут возникать по ходу дела, мы, может, еще соберемся, правда? Значит, давайте так сделаем. Я вам ссылочку пошлю на видео, когда оно выйдет. Вы, может быть, там поучаствуете в дискуссии, которая там возникнет. А ребятам, которые смотрят, я рекомендую писать вопросы, и мы, может быть, соберемся там еще 20 минут, поговорим, ответим на вопросы. Хорошо? С удовольствием, Михаил. Вот. Все, тогда мы с вами прощаемся. Я ребятам скажу на прощание, что я не помню, когда я первый раз увидел Бориса, но он у меня запомнился таким карапузом лет трех, может быть, меньше. Потому что мы с его папой в одной группе учились, в институте связи. Вот. Вы не учились в институте связи? Нет, не удавалось. Вы уехали сюда уже в каком-то возрасте, да? Сколько было? В 10 лет. А, ну, видите как, не повезло. А так бы остался вот в СССР и учился бы в институте связи. Хорошо, ладно, давайте, значит, я очень надеюсь, что кому-то наш разговор поможет в практическом плане, потому что основная задача на самом деле вот именно это. Хорошо? Хорошо, давайте мы так всем помажем рукой и скажем Всем пока! Всего доброго!